Здравствуйте, мои любимые! Не беспокойтесь обо мне. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев. И я веду счет бомбам, которые я им на голову сбросила. Когда приходили по расчетному времени на цель, то штурман сбрасывал светящуюся авиационную бомбу. Эта бомба раскрывалась на парашютике, освещала землю. И мы проверяли, пришли мы, вышли мы на цель или не вышли. И заходили и бомбили. А здесь включались прожектора и начинали стрелять в зенитки. Вот когда уже заходишь на цель, и нужно сбрасывать бомбы, штурман говорит, держи курс, высоту держи. Она прицеливается. Тут уже все собрано, уже ничего не чувствуешь. Никаких. Только нужно выдержать вот эти положения, чтобы хорошо могла прицелиться штурмом. Вот прожектора эти были гибелеподобны. Они нас ослепляли. И, конечно, когда прожектора берут, то зенитный огонь противника, весь свой огонь моментально направлен по этому самолету, который они схватили, поймали в этом темном небе ночном. И начинается ливень огня. Ливень – это целый сноп огня по этому маленькому самолету, который там, значит, бьется, бьется, его сердечко в этих лучах, а они стреляют. Там думал только о том, чтобы выполнить боевое задание и чтобы тебя не подбили. И вовремя определить свою позицию и уйти от зенитного огня. Гроб, а не машина. Высоту со ста килограммами бомб набирает еле-еле. Высотомер однострелочный. Указатель скорости светится только наполовину. И самое главное – жуткое переговорное устройство. Мы истрепали себе все нервы. Сообщение было очень примитивное. Резиновый шланг и ухо у летчика и у штурмана. И трубочка переговорная. Вот мы и переговаривались так. Связи у нас никакой не было. Часто спрашиваю, страшно, не страшно. Но вот в такие критические минуты все-таки выжить можно было только тем, которые могли этот страх поворотить. Потому что надо было делать, надо было смотреть приборы, надо было знать, что ты на высоте, ты не выезжаешься в землю. Потом мы научились помогать друг другу. Подлетая к линии фронта, видели, что вот наш самолет какой-то в лучах прожекторов. И прожектор его держит 5 минут, 6 минут, пока зенитки по нему стреляют. Тогда второй самолет подходил, спускался и бомбил по этому прожектору. Для того, чтобы его выключить и спасти наш экипаж, который летел до него. И такая взаимная выручка у нас была всю войну. И наши девчата делали иногда гораздо больше вылетов, чем рядом базировавшийся мужской полк. Потому что мужчины прилетали, многие перекур, а девчонки не курили. И по сути дела, как можно быстрее бензин, бомбы, и вновь самолет вылетал на боевое задание. У нас только один единственный мужчина был шофер у командира полка. Остальные, нет, все, все были, все свои. Механики свои, электрики, девочки свои, вооруженцы свои. Так что чисто женский, от начала до конца. А в полку у нас был лозунг «12 заповедей полка». И первая была такая «Гордись, ты женщина». Когда мы вышли на фронт, нас приняли соседние мужские полки с усмешкой и называли нас «Бабий полк». И всю войну мы дрались за то, чтобы сделать, успеть сделать как можно больше вылетов. Ночь, дождь, снегопад, облачность, летать нельзя. А мы все сидим на аэродроме в своих самолетах и ждем. Вдруг пройдет это, горная местность, Кавказ, пройдут облака, появится свет и можно будет летать. Уставали? Ну, ночь есть ночь. А там давали шоколад, колу. А потом уже привычка вошла. Ночь, все. А в полете, когда на обратном пути, то всегда штурман брал управление, везти самолет, и летчик немножко отдыхал. Вот так. Подходы к аэродрому, летчик брался за управление, садился, сажал самолет. Уважаемый Сергей Николаевич, пишет вам ваша бывшая студентка Женя Руднева из астрономической группы. Теперь уже пять месяцев, как я на фронте. Летаю штурманом на самолете. Сбрасываю на немцев бомбы разного калибра. Свою первую бомбу я обещала им за университет, за мой милый университет. Изредка.